Нашу чемпионку мира Вероланин, Почухарова, Шумилова и Татьяна Акимова, дебютантка. Но это состав женской гонки. Подробности, соответственно, позже. А сегодня мужчина, и, как мы видим, рыжий бё, Йоханнес под первым номером будет стартовать. У Мартына Фуркада шестой номер, а из российских спортсменов в первую группу заявлен Алексей Слепов. Эта гонка будет первой в нынешнем сезоне для неоднократного чемпиона Европы. И обратите внимание, что Эмиль Хэглесвенсон стартует сразу после «Россиянина» в первой же группе под 14 номером. Дальше идёт вторая группа. И здесь первой среди наших во второй подгруппе Максим Цветков 36 номер. Для сравнения у Ульяна Робьерн-Даллина он стартует тоже во второй 40 номер. 46-й стартовый номер у Антона Шипурина и 49-й у Евгения Гараничева. Во второй бегут наши парни. В третий под 74-м Дмитрий Малышко. И под 103-м номером в четвёртой группе у нас бежит Тимофей Лапшин. Я с огромным удовольствием искренне поздравляю. Накануне был день рождения у Юрия Кашкарова. Олимпийский чемпион и чемпион мира. Звезда мирового биатлона 80-х годов. Юрия поздравляю от всех любителей биатлона. Он настоящий труженик и великий чемпион. Итак, спринтерская гонка. Первая спринтерская гонка нынешнего сезона. Ну и понятно, новостей хоть отбавляй. Отметим лишний раз, что всю подготовительную работу сборная команды России в межсезонье сделала на славу. Но с точки зрения каких-то претензий у тренерского штаба и старшего тренера Лика Гросса, то их нет и вовсе. Все сборы, вся работа. Но понятно, что насколько эта работа была успешной, это покажет уже сезон. Йоханнес Бео. Один из тех, кто неудачно прошёл предыдущую гонку. Он сказал о том, что 19-й позиции очень недоволен. И причём вроде бы физическое состояние было у спортсмена на уровне, но он не понимал, насколько, точнее, отчего так плохо выглядел в гонке. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Казанец, канадец Брэндон Грин. Оговорка по Фрейду. Казань, город спорта, понятно. Так вот, канадец Брэндон Грин, второй стартовый номер. Андреас Бирнбахер стартует под третьим. Ну, вы спросите, а где наш призёр прошлого этапа и безусловный герой Алексей Волков? Он вместе с Антоном Бабиковым отправился в горы итальянского Обертилеха для того, чтобы подготовиться к следующему этапу. А он, как известно, начнётся в пятницу в Хохфильцине. Это Австрия. Ну, это было запланированное решение тренерского штаба. Хотя, понятно, есть некоторые вопросы к этому решению. Тем более, что Волков блестяще смотрелся во время предыдущего старта. Бирнбахер пока стартует. Но Рико Гросс объяснил мне, что всерьёз рассчитывают на Волкова в эстафетной гонке. И не исключено, что в Хохфильцине Алексей побежит и всю программу. А там в пятницу спринт, субботу преследование и в воскресенье, соответственно, эстафетные гонки. Ну, что касается Бабикова, то он финишировал в двадцатке сильнейших. И достаточно уверенно прошёл предыдущую гонку. Ну, тоже вот очень на него рассчитывают, но в ближайшем будущем к тренеру. Так что шанс для Слепого и Лапшина. За Бирнбахером Кристиан де Лоренци, представитель сборной команды Италии. Дальше будет бежать Свен Грёссегер, австриец. Ну, и вот сейчас мы видим как раз Эмиля Хегли Свенсена. Очень непростое соседство ему досталось. Симон Фуркат под десятым номером будет бежать. Я, кстати, хочу сказать, что в нашей программе биатлонной, которая выйдет сразу после финиша сегодняшней мужской гонки, мы о многих интересных вещах по традиции расскажем. И в том числе о том, как обокрали французов и австрийцев, украли лыжный инвентарь. Но вот буквально пару часов назад стало известно, что нашлось всё то, что пропало. Причём нашлось где-то здесь, на задворках из-за Сунского стадиона, в каком-то хозяйственном помещении. Об этом Симон Фуркат сказал. Так что, видимо, преступнику стало стыдно, и он всё вернул. А может быть и не так дело обстояло. Мартен Фуркат! Он выступил неудачно в предыдущей гонке. Пробежал слабо, но, как заявил Фуркат, мотивацию я не просто не утратил, а буду и дальше продолжать сажаться в каждой гонке. И, разумеется, рассчитываю на то, что удастся победить. Он сегодня бежит в красной форме. Обладатель, помимо большого хрустального глобуса прошлого сезона, ещё и малого в спринтерской гонке. В прошлом сезоне Фуркат выиграл Большой глобус, был сильнейшим в спринте по Сьюте. Во старте третье место и в индивидуальной гонке, соответственно, второе. Итак, Мартен Фуркат, Иван Йоллер под седьмым номером. Десятикилометровый спринт. Спортсмены сделают три круга по 3,3 километра. Трасса очень непростая, и как раз вот эта жеребьёвка, когда спортсмены очень долго думали, в какой группе стартовать, в первой или во второй, очень серьёзно нервировала трейдерский штаб и спортсменов, потому что были совершенно разные прогнозы погоды. Один обещал, что станет тепло, и в итоге этот прогноз оправдался. Второй говорил о том, что будет бушевать антициклон, и, может быть, всё-таки мороз придёт сегодня чуть пораньше. Его к вечеру ожидают. Мы обратим внимание на то, что здесь ситуация меняется в Эстерсунде очень быстро. Но в любом случае сейчас тепло. Лыжня, понятное дело, достаточно мягкая. Ситуация на стрельбище снова очень непростая. Дует сильный ветер. Итак, Йоханес Бео проходит первый отрезок. Два километра сто метров. Есть ещё предварительная отсечка километр и семьсот метров. Янас Бео у него была проблема с менеджментом, что касается нынешнего сезона, причём он даже через свой личный твиттер искал себе менеджера. Вы знаете, винтовка у него очень оригинального розового цвета. Обратите внимание. Не очень-то блеснул на турнире в Шушине. Традиционный предсезонный турнир. Андрей Расторгуев. Под одиннадцатым номером представитель сборной команды Латвии. Он тренируется отдельно от команды Урбановича. Идёт своим путём. Причём интересно, что перед началом нынешнего сезона знаменитый Клаус Зиберт консультировал Расторгуева. И Расторгуев был очень доволен совместной работой. Но мы по-прежнему очень переживаем за Зиберта. Он болен и продолжает сражаться с очень серьёзным онкологическим заболеванием. Артём Прима. Сборная команда Украины. Двенадцатый стартовый номер. А дальше будет бежать Алексей Слепов. Многократный чемпион Европы. Спортсмен, который невероятно силён на трассе по версии не только нашего старшего тренера Рика Гросса. Но и мы все прекрасно понимаем, насколько бывший лыжник. И причём лыжник титулованный. По молодёжи, по юниорам на чемпионатах мировых выступал блестящий Слепов. Но по-прежнему много суетится на огневом рубеже. И что касается Алексея, то отдельные и достаточно большое количество тренировки были, когда он напоказывал результат. И вот эту уверенность нужно перенести на гонку. Посмотрим, что сегодня будет. Слепов уходит сейчас. Стартовал причём очень резво. Ну а сейчас давайте обратим внимание на Эмиля Хегли Свенсона. Эмиль отметил сейчас или никогда. В том смысле, что я буду стараться после того, как не удалось попасть на пьедестал почёта, обязательно выиграть медаль в спринте или преследовании. Эмиль Хегли Свенсон проиграл Алексею Волкову, причём проиграл достаточно много. Но ходом-то Свенсон был в порядке. У него было два промаха в индивидуальной гонке, в то время как Волков прошёл без штрафа. Алексей говорил огромное спасибо. Я передаю горячий привет Андрею Гербалову, знаменитому тренеру, наставнику по стрельбе, который продолжает консультировать и Антона Шипулина, и Алексея Волкова. Ну и понятно, что, конечно, вот такие специалисты, если они продолжают находиться на хозяйстве, это здорово. Владимир Чепелин за украинским спортсменом Сергеем Семёновым уходит сейчас на дистанцию. Под 20-м номером стартует Тарри Бё. А сейчас мы обращаем внимание, что лучший разгон у Мартена Фуркада на отсечке километра 700 метров. Многократный обладатель Кубка мира выигрывает у Юханеса Бё 5,4 секунды. Но вот интересно, что всё-таки сейчас пока ещё солнце достаточно высоко, но, разумеется, по шведским меркам, и на улице не холодает. Но в течение гонки ситуация может измениться. И вот от этого будет зависеть, насколько хоть минимальное, но всё-таки преимущество будет иметь вторая группа, где бегут Цветков, Шипулин, Гараничев и лидер нынешнего сезона, вернувший себе жёлтую майку впервые с 2009 года, Уля Айнар Бьёрн Даллен. Йоханес Бё промахивается один раз. Билл Йоланд, наставник мужской сборной Норвегии, но там, мы знаем, пришёл специалист из лыжных гонок, с которым и Йоханес тоже поработал. Изменения в сервис-бригаде в тренерском штабе были обусловлены в норвежской сборной после, но всё-таки достаточно проблематичного прошлого сезона. Андреас Бирнбахер подумывал о том, чтобы завершить свою спортивную карьеру. Трудно было после Олимпийских игр найти мотивацию, но он понял, как сам сказал Бирнбахер, что просто болен биатлоном и весьма конкурентоспособен и мог убежать в направлении подиума, поэтому нет оснований заканчивать со спортом. Вестой поговорил с наставниками и сказал, что я в деле. Бирнбахер отстроил дом, причём сам занимался планировкой и сказал, что это ему очень здорово помогает. Ну, понятно, семья. Чёткие цели в нынешнем году. Хочу быть в такой форме, когда могу сказать, в любой гонке собираюсь бороться за подиумом и хочу наработать это чувство. Это слова Андреаса Бирнбахера, но мы видим, что сейчас он испытывает некоторые проблемы. Мартен Фуркат, между прочим, на отрезке 2 километра, 900 метров. Везёт Йоханесу Бё 13,9 секунды. Вы можете себе представить, насколько хорош на старте Фуркат. Старший Бё. 20-й номер. Заканчивает сейчас стартовать первая группа. Пепе Фемлинг из Швеции и Симон Де Стьё под 22-м номером. Дальше уже вторая по счёту группа. Её откроет белорус Юрий Лядов и Красимиранев следом. Вернувшийся после небольшой болезни болгарский спортсмен. Кристиану Де Лоренце 34 года. Ни одна Олимпиада и много чемпионатов мира за плечами, но пока больших успехов нет. Весьма неплохой стрелок. А сейчас мы посмотрим, что покажет Мартен Фуркат. Он финишировал только 21-м и настрелял 5 промахов предыдущей гонки. 45 миллиметров диаметр мишени. В стрельбе из положения лёжа. И пока мы видим, что одну за другой просто вколачивает Фуркат. И посмотрите, как не закрылся габарит. Не закрылся габарит у Мартена Фурката на 4 часа. Вот это да! Дёрнулась, была мишень, но дальше, дальше скорчила гримасу и недобро улыбнулась Фуркаду. Один промах! Нет, всё-таки биатлон, друзья, телевизионный вид спорта. Едва не упал, причём Фуркат мы видим преодолевая штрафной круг. 150 метров, 20 с лишним секунд. Трасса, кстати, достаточно мягкая, вот как мы видим. Тут допоздна работают ретраки. Но мы видим, что у Гроссагера всё одно выигрывает, всё одно выигрывает Фуркат. Слепов, километр 700. Его результат минус 10 от Фурката. 2 километра 100 метров Алексей Слепов. Плюс 11,4. Практически в одни ноги он идёт с Расторгуевым из сборной команды Латвии. Мы сейчас посмотрим за Эмилием Хеглисвенстом, который проигрывает меньше секунды Алексею Слепову. Слепов выступает за Санкт-Петербург и параллельным зачётом за Владимирскую область. Личные тренеры Хромоножкин и Зайцев. Многократный европейский чемпион. Призёр чемпионатов России по биатлону Алексей Слепов. Прошедший подготовку в группе Рика Гросса. Мы знаем, что есть ещё группа, где Шипулин, Волков-Черезов, Крючков, Яруслав Гайдыш работают. Ну и группа Патина-Башкирова, где ближайший резерв. Но, кстати, из этой группы не исключено, что может кто-то появиться. Вот тот же Бабиков, например, уже попробовал себя в кубке. Так что здесь возможна ротация. Симон Фуркат подошёл к огневому рубежу. Безусловный неудачник первой эстафеты. Когда из-за невнимательности он получил 4 минуты штрафа. Посмотрел на чужую мишень. Вот сейчас мы тоже видим проблемы у Симона. Отрезок 2 километра 900 метров. Вот для сравнения. Слепов прекрасный лыжник, но отставание от Фурката уже достаточно большое. 17,4 секунды. Расторгуев, кстати, первый. Фуркат с ошибками закрывает. Но первый среди тех, кто преследует Фурката, разумеется. Обгоняет он пока Эмилия Коклисвенсена. Итак, сейчас Латыш, Украинец и Алексей Слепов. Симон Эдер, 27 номер, стартовал. Лядов, Аниф, Мартинотчина, Словак. Лауэлл Бейли, Симон Эдер, Корнель Пучиану из сборной Румынии. Клемен Бауэр, словенец. Тоже чаша мононуклеоза не миновала в нынешнем сезоне. Клемена Бауэр, но всё-таки сумел восстановиться. Итак, Алексей Слепов, уважаемые друзья. Физически готов. Очень хорошо, по словам тренерского штаба. А вместе с Викой Гроссом продолжает трудиться и Владимир Прагин. Хатемансийский специалист, прекрасный арбитр, кстати, судья. И олимпийский чемпион Александр Попов. Полный тёзка великого пловца. Итак, первая стрельба Алексея Слепова. Свенсон, кстати, тут как тут. Мажет. Итак, на штрафной округ бежит Алексей Слепов, Эмиль Хэгглес-Вэнсен. Уверенно, мощно и надёжно. Давайте смотреть. Сейчас Эмиль будет выигрывать у Мартена. Секунд семь, наверное. Семь и одну десятую Свенсон везёт сейчас к Фуркаду. Но Фуркад намного быстрее идёт. Положнее. Симон Шэмп. Это безусловный претендент на то, что в нынешнем сезоне будет бороться за максимум в каждой гонке. Вице-чемпион предыдущей индивидуалки с одним промахом. 27 секунд проиграл Бьерн Далину. Просто в полном порядке. Симон Шэмп и... Эмиль. Много тренировался с юниорами. Перед открытием сезона в Шушине заболел. Несколько тренировок пропустил. Не вышел на спринт. Перестраховался. В Мастарте был 24-м. Много говорил о том, что у Свенсон, я имею в виду, нет какой-то безумной мотивации. Не такой уж он фанат биатлона и спорта. И не уверен, что станет продолжать карьеру после этого сезона. Вот так ни много ни мало. Но после чемпионата мира только будет решать. Сейчас пока причин уходить, разумеется, нет. Но это понятно. Сезон практически уже в разгаре. Но, кстати, очень многие считают, что... Будет Бьерн Далин выступать до Олимпийских игр. Натан Смит. Призер выставительной гонки Эстер Сунда. Призер чемпионата мира. Надежда всей Канады. Где пройдет этап Кубка мира в нынешнем сезоне. Да, ребенок отрезки. Два километра девятьсот метров десять секунд проигрывает Мартину Фуркаду. А Алексей Слепов шестое место после первой стрельбы. Тридцать три и две десятых секунды. Юханес Бео, между тем, подошел к своей второй огневой точке. Давайте посмотрим, как он здесь станет работать. Сейчас Ландер Тингер. Перед ним Шемк. Шлезингер на дистанции. Сокук и Максим Цветков. Ну вот мы видим, что с бою Йоханес Бео. Один промах на стойке. Но у Тария, как мы видим, не такая мимимишная. Или, как еще девчонки говорят, мусикусичная винтовка. Межле у Йоханеса. Но тоже цвет оригинальный. Синенькая. Ой-ой-ой. Еще один габарит не проходит. Но уже не такой уверенный, скажем, как у Мартена Фуркада. На 4 часа. Ну почти на 5. Тарий Бео. Один промах. Так, после первой стрельбы у Смита. Тоже один промах. 20 секунд он промахивается. Пока Йоханес Бео. Фуркат 26,4 везет. Фуркат очень здорово работает. Тем временем Максим Цветков. Уже на дистанции. Второй из российских спортсменов. Готовится стартовать Доминик Вингиш. И совсем скоро под 40-м номером вернувший себе спустя 6 лет желтую майку лидера Ули Айнар Бьорн Даллен. Бен Грёссегер. И Мартен Фуркат уже стойку стреляет. Дрёссегер довольно опытный атлет. Ему 28 лет. Но пока громких успехов мы не наблюдаем у этого австрийца. Фуркат мажет снова. Но хочу сказать, что вот если на первых счетах ветра практически нет, то на стойке здорово поддувало. И в этот порыв не попал Мартен Фуркат, отправляясь на штрафной круг. Две секунды уже выигрывает Свенсон у Мартена Фурката. То есть это говорит нам о том, что Мартен намного быстрее. Спортсмена из Норвегии работает. Фуркат, как мы знаем, тренировался в нынешнем сезоне в Скандинавии, в Норвегии. Два месяца провел. Поехал по личным причинам. Необходимо было для меня и для моей девушки, говорил Фуркат. У них родился ребенок, как вы знаете. Хотел путешествовать, узнать страну, которая мне нравится. Я часто выхожу на трассу. Там получил умиротворение, покончил с рутиной. Был глоток воздуха, жил своей жизнью, был очень спокоен. Аня встреляет. Ну и кстати, вот интересно, что Фуркат был очень удивлен, когда обнаружил разные способы подготовки. Во Франции прогрессивная система, по словам Фурката, объем весной, работа над мышцами. Затем ближе к сентябрю интенсивность. А норвежцы работают по-другому. Так что, как сказал Фуркат, единственной правильной дороги к успеху нет. По-прежнему ориентирован, кстати, на своего спортивного кумира, многократного олимпийского чемпиона по грибному слалому Эстанге. Там два брата Патрисы, то не Эстанге. И вот с одним из них связывают дружеские отношения Мартена Фурката. Перед второй стрельбой мы сейчас посмотрим, я хочу сказать, что на отрезке 5 километров 400 метров Эмиль Хагли Свенсен уже в одни ноги с Фуркатом. В одни ноги, и там на отрезке 5,4 Алексей Слепов проигрывает 31 секунду. Шлейзингер стартовал с седьмым, плюс 8,5. Ждем, когда пройдет первый отрезок. Максим Цветков. Смотри, Казар из сборной команды Словакии. Подуспокоилась немножко гонка, но это затишье, сами знаете, перед чем. Фуркат с двумя после второго рубежа выигрывает 51 без малого секунды у Йоханнеса Бео. Вот насколько мощнее идет. Эдер, кстати, ходом не шибко блеснул. Плюс ко всему еще и промок допустил. Мастер скорострельности, но вот эти лавры у него, конечно, уже отнимает, отжимает Алексей Волков. Который просто демонстрирует какие-то чудеса. В том числе и по словам тренеров, потому что Рико Гросс с позиции 4-х кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, отметил, что он много видел выдающихся стрелков, но вот таких, как Волков. Волков и Бабиков уехали. Вертиле готовятся к следующему этапу. Цветков, 19-й разгон, 13,7 секунды. Расторгуев, он фуркат. Слепов, 34 секунды, уступает Мартеза и теми же стопами шагает Севенсен, начинает проигрывать. Вот насколько Севенсен идет медленнее. Посмотрите, насколько Расторгуев неудачно сейчас сыграл на этом рубеже. Допустив 5 промахов, Андрей. Урбанович, кстати, понятно, тренеры не очень все-таки довольны в большинстве своем, когда кто-то из спортсменов работает отдельно от команды. Зиберт помогал ставить стрельбу, но мы видим, что есть вопросы. И Антон Шипулин, уважаемые друзья. Слепов, Бьерн Даллен. Старт остался за кадром. Интересно. Севенсен, раз. Трижды Слепов. Слепов промахивает. Слепов стал наконец-то зрячевым. Посмотрите, ветер какой сильный. Тут на прическу Севенсена даже глядеть не нужно. Ощущение иногда, что даже выдувает винтовку у Эмиля. Выцеливает последний выстрел. Сейчас подумал о философии Канта. Может быть, о чем-то другом. И не попал Эмиль. Симон Шем допускает промахи. Хорошая сегодня гоночка. Веселая сегодня гонка. Антон Шипулин был рад за своего друга и спарринг-партнера Алексея Волкова. Но понятно, что ветер в индивидуальной гонке, где Шипулин был только 16-м, был такой. По словам Антона, можно было справляться. Всех ошибок, которые допустил, можно было избежать. Где-то поспешил, где-то сделал лишнее движение, где-то сильно хотел. Но вот без этого желания никуда. И фуркат, несмотря на то, что имеет два промаха, вы посмотрите, насколько мощно, насколько мощно он идет. Итак, сейчас у нас Евгений Гараничев на дистанции. Антон Шипулин ушел под 46-м номером. Евгений Гараничев под 49-м. Симон Фуркат допустил 6 промахов. И уже больше 2,5 минут проигрывает. После второй стрельбы. Сейчас посмотрим, каким идет Слепов, но тут тоже безрадостно. И, понятное дело, будем встречать на огневом рубеже Максима Цветкова. Максим Цветков идет 21-м на 3-х километровой отсечке. Проигрывает 25,3 секунды. Два штрафа Никола и... Йоханнес Бео у нас мчится к финишу. Ну, пока Бьерн Даллен проходит 2 километра 100 метров. 14,2 отставания у Лейнера Бьерн Даллена. Он не стал, кстати, находиться здесь. Вместе со всеми сел в свой знаменитый фургончик. Мы о нем расскажем в нашей программе. А в Купфильд не планируем и посетить с экскурсией. Любит готовиться один. Бьерн Даллен. 94 победы в биатлоне на этапах Кубка Мира. Плюс одна победа в лыжах. 250 подиумов. Вместе со стафетами 130. Вы можете себе представить. 26 побед, кстати, в спринте у Бьерн Даллена. 22 серебряных награды, 11 бронзовых. Победу вспомнил 96-го года в индивидуальной гонке у Лейнера. Свою первую победу. 24-й сезон он проводит. Вы можете себе представить. Цветков стреляет. Три мишени закрывает Цветков. Мы видим Тарья Бео. Последний выстрел неудачный у Максима. Один промах. Джамин Вегер начал сильный. Победа в лыжах. 250 подиумов. Вместе со стафетами. Олимпийского призера 2. Снова промахивается Тарья Бео. Ну что ж сегодня? Ветер особенно безжалостен к сборной Норвегии. Но тут я ставлю знак вопроса. Фартен Фуркат финиширует. Какая скорость! Не взирая на два промаха сегодня, очень высоким будет результат Фурката. Шипулин. Неплохо начал Антон. 9,4 отставание. Идет десятым. Фуркат минуту 10 выиграл у Йоханнеса. При всем при том, что и у того, и у другого две ошибки на рубежах. Бьерн Даллен. Неспешно сейчас готовить к своей стартовой стрельбе идет. Странно, что наши шведские партнеры-телезионщики так и не показали Бьерн Даллен толком. По-моему, даже вообще не показали. Но вот, наконец-то, он сейчас появляется в фокусе. Внимание. А ведь еще некоторое время назад Бьерн Даллен не был уверен, что может выступить в Старсунге. И если ему кто-то сказал бы в начале июля, что через пять месяцев он выиграет гонку, норвежец сказал бы, что этот человек ничего в спорте не понимает. Удивлен, что удалось так быстро восстановиться после болезни. И, конечно, победа в индивидуалке важная, сладкая для него. И точно входит, по словам Бьерн Даллен, в тройку улучшить побед на кубковых этапах. Понятно, что мир и Олимпиады это совсем другое дело. Промахивается один раз у лейтера Бьерн Даллен. Много лет он владел майкой, но последний раз до этого момента он выходил в 2009. Вы можете себе представить? Один промах у Бьерн Далина. Бенедикт Доль начал хорошо. Пятый результат. 2 километра 100 метров. 9,9 отставание. Шипулин на отметке 2 километра 100 метров. Чуть-чуть сдал. 14-секундный проигрыш. Яков Фак. Яков Фак рядышком с Гараничевым, точнее перед тюменским спортсменом, стартовал. Гараничев у нас 16 секунд после километра и 700 метров проигрывает. Но пока вот не могут похвастаться нашей какой-то сверхскоростью. Слепов быстрейший на первых двух километров. Но счастье ему это не принесло. 4 промаха. 1 плюс 3 в пассиве у Алексея. Пока 8 результат после второй стрельбы. Почти двухминутное отставание от Фурката. Беджамин Вегер. Это будет интересно. Начало впечатляющее. Но помните как развивалась карьера в прошлый сезон. Неоднозначный у Вегера, который каждый раз готовится стать настоящей биатлонной звездой. Но что-то у него не получается. Допускает один пробок, но начал просто блестяще. Шипулин проходит отрезок 2 километра 900 метров 18,3 секунды. Ходом одинаково прошли вот первую трехкилометровку Алексей Слепов и Антон Шипулин. Еще раз хочу сказать, уважаемые друзья, в 17.20 по Москве женская спринтерская гонка на Матч ТВ в прямом эфире. Юрлова заболела, вместо нее Анна Никулина побежит. Вера Ланин, Почуфарова, Шумилова и Акимова. Наш состав. И в 16.00, не забудьте, Бятлон с Дмитрием Губерниевым. Третий по счету выпуск нынешнего сезона. Бенедикт Доль идет третьим перед первой стрельбой. Очень достойно. Фион Маек, кстати, один из тех французов, который пострадал от воровства. Но злоумышленники не найдены, слава богу, все нашлось. Та экипировка, которую стибрили у французов и австрийцев. Очень много сегодня промахиваются, но сейчас мы обращаем внимание, что ветер просто стеной стоит. И как раз Антон Шипулин на изготовке. Это не доля, естественно. Посмотрим, какая будет доля Шипулина. Итак, внимание. Два выстрела точного Антона. Третий попадает. По-моему, один промах у Шипулина. Ой, два промаха у Шипулина. Антон ошибается вслед за титрами. И вот сейчас вдоль. Два промаха у Шипулина и никак не получается наладить стрельбу. Понятно, с каким чувством сейчас уйдет Шипулин на дистанцию. Педручный, Бенедикт, Доль. Молодец. Итак, уважаемые друзья, Эмиль Хеглис-Венсен. Проходит сейчас третий круг. Слепов готовится финишировать. Пока Мартен Фуркат лучший. Два промаха у Француза и два промаха у Бео-младшего. А преимущество Фурката над Бео минута десять. И вот, посмотрите, сейчас сражается с результатом соотечественника Свенсен. И уступает. Уступает Эмиль. Четыре десятых секунды. Гараничев подошел к стрельбе. Гараничев 22 секунды отставания. Алексей Слепов финиширует. Гараничев первую мишень закрывает. Вторую закрывает. Причем Слепов, вы видите, финиш. И я вижу. Вот Слепа Гараничева. Последний выстрел. Молодец, Евгений. Кеменский спортсмен удачно заканчивает стрельбу. Доль у нас идет в лидерах. Обратите внимание, да еще в каких. Но долю нужно стрелять. Очень здорово. Для того, чтобы добиться успеха. Итак, уважаемые друзья, после второй стрельбы вот то, что мы сейчас видим. И то, что после первой стрельбы Гараничев идет очень неплохо, мы видим само собой. 13,8 секунды. Это пока шестой результат. В Тюмени состоится в феврале чемпионат Европы. И понятно, что великолепная база, великолепный спортивный комплекс «Жемчужина Сибири» будет, ну не то чтобы реконструирован, но работа проведена очень серьезная. Потому что и этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Тюмень продолжает быть в эпицентре таких событий серьезных зимних видов спорта. Кстати, хочу отметить, что проходит Кубок мира среди паралимпийцев. Лыжи и биатлон на «Жемчужной Сибири» Станислав Чухлаев выиграл три золотых награды. Там Григорий Мурыгин прекрасно выступает. Призером стал и шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков. Так что передаю, разумеется, нашим блестящим паралимпийцам привет. Следим за выступлениями на «Жемчужине Сибири». И, конечно, Станислав Чухлаев в такой конкуренции. Семь стран, более 60 спортсменов, три золотых награды. Это фантастика. Ну и в Тюмени уже состоится Кубок мира на следующий сезон. А в этом году в «Хантах». Ну как бы хотелось, чтобы вот эта связка сработала. Ханты-Мансийск-Тюмень. Очень перспективные регионы, доказавшие многое. Ну и перспективные, я имею в виду, с точки зрения развития биатлона. Сейчас со снегом есть некоторые проблемы, это, мягко говоря, в Европе. Но мы видели, как Чех отработал, а сейчас Максим Цветков. Подходил с 16-м результатом Максим, проигрывая минуту 0-1. Посмотрим, что покажет в стрельбе Максим. Хенри Клабулунд. Долго испытывал судьбу Цветков. Неужели к нему пришел, как гаранчево в прошлом году, шведский стояк? Пережидает порыв. Не попадает два раза. Два промаха у Максима Цветкова. Бьерн Даллен перед второй стрельбой 34 секунды. Да, ребенок финишит. Тут Фуркат по-прежнему лучший. Бенедикт вдоль, 5 километров, 400 метров. Идет в одни ноги с Фуркатом. Чуть-чуть выигрывает у французов Бенедикт. Но падает скорость. Бьерн Даллен подошел. Фредерик Линстрем допускает промах. Кстати, ну... И тот и другой сказали, что не будут в каждых гонках использовать изогнутые палки. Бьерн Даллен мажет первым выстрелом. Да! Кто-то выжидает порыв, как Цветков. Кто-то палит сразу и допускает ошибки. Как Линстрем трижды промазал. Но Бьерн Даллен в целом со стихией справился по такой-то гонке. И отработал значительно быстрее Линстрема. У которого только два попадания. Симон Дестио на финише. Ну что ж, пока, уважаемые друзья. Та ребенок девятой позиции. Йоханнес на второй. Дестио седьмой, как мы видим. А первым идет Мартен Фуркат. И это с двумя-то промахами. Шипулин с двумя промахами был тридцатым. 59,7 отставания. Тоже по скорости это неплохо. Бедручный. 8,7 отрезок. Григорий Шамрай. Наставник женской украинской команды подсказывает. Кстати, вроде бы Валентина Семиренко, приболевшая в прошлой гонке, выйдет сегодня за Украину выступать. Красимир Анев. Но тоже, кстати, несмотря на болезнь, выглядит достаточно неплохо. Но на дистанции. Три промаха есть уже у Красимира. Даниэль Мезодич допустил один промах. 23-м идет. Евгений Гаранчев. Отрезок 5,4. 17 секунд отставания тюменского спортсмена. Он пока идет шестым. Сразу за Педручным. Красимир Анев уступит сейчас. Слепову и рядышком со своим соотечественником Ильиевым располагается Красимир. Короткая пауза, дальше продолжим. Но, впрочем, нет, уважаемые друзья. Бенедикт Доль. Бенедикт Доль подходит к стрельбе. Нужно дождаться. Бьерн Даллен 44 секунды от Фуркада. Тоже с двумя. Бьерн Даллен встает на второе место сейчас. Бенедикт Доль. Полторы секунды от Фуркада. Шанс сегодня безусловный у Бенедикта для того, чтобы штурмовать подиум. 15 лет занимается биатлоном. Вот Ченаш в борьбе за десятку. Итак, нас интересует Бенедикт Доль. Вот он сейчас бежит вдоль комментаторских позиций, вдоль трибун. Полторы секунды отставания Доля. Доль от Мартена Фуркада. В эстафетной гонке Доль третий этап бежал в смешанке и бежал очень неплохо. Финиш Симона Эдера. Но шведы как-то сегодня вяло показывают биатлон. Доль уже на изготовке. И, конечно, да-да-да, молодцы, услышали. Эдер седьмой. Доль промахивается. Два раза лишает себя возможности показать классный результат. Гараничев перед второй стрельбой. 25 десяток. Ну что ж, Евгений Доль застрелился. Три непопадания. Итак, внимание, Евгений Гараничев, уважаемые друзья. Петрушный бежит к финишу. И Антон Шипулин тоже на рубеже. Перед второй стрельбой. Шипулинские позиции. 23 место. Минута 10 отставания. Петрушный. Молодец. Неплохо. Ещё украинская команда целостное впечатление производит. Евгений Гараничев. Евгений Гараничев. Ура, где на вашей шипу. Шипулин. Молодец, доктор. Шипулин. 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 Долго готовятся Антон и Евгений Гараничев. Пришёл. Там порыв такой, кстати, невероятный. Разная роза ветров. Вроде бы первый, второй щит там нормально. Особенно третий, четвёртый. Шипулин маршет четвёртым выстрелом. Молодец, Байфер. Закрывает. Всё-таки последний выстрел Антон. Это было важно. Гараничев промахивается. Подышал Гараничев. Затаил дыхание. Проботал пусковой механизм. Попал. Гараничев. Гараничев! Субтитры делал DimaTorzok Гораничев Ну вы посмотрите Тревожно становится за российского спортсмена В личной гонке сейчас Гораничев продолжает стоять На этом своеобразном посту Но слава богу, что попадает Но как много времени потратил Евгений Да Нервничают наши ребята И причем здесь конечно сейчас Ощущение такое, что вся сила Эстерсунского ветра как раз сосредоточена На том участке, где спортсмены стреляют стоя Дмитрий Дюжев Лучший россиянин, ныне представитель Республики Беларусь Моравец стреляет стойку И тоже пытается как-то лавировать Между ветром Что Гораничев у нас сейчас Штрафной круг он проходит Но отставание будет большим 2-0-1 20-й результат Гораничев И Моравец промахивается Стараясь стрелять быстрее Но мы видим справедливости ради Вот такая тактика Тоже не приводит к положительному результату 450 метров берет лишних на себя Моравец Итак, уважаемые друзья Результаты мы сейчас увидим Предварительные Это то, что касается тех спортсменов Которые финишировали После рекламы Увидимся Гонка Поражает нас Ну а Бьерн Даллен Готовится финишировать И мы как раз надеемся На этот финиш успеем Ну понеслась Как всегда прекрасно отработан подъем Впереди не один круг Но не в нашей природе останавливаться Отлично отстрелялись Осталось поднажать перед финишем И можно отмечать Три медведя Против природы не попрешь На страже здоровья стоит гриппферон От вирусов ваш организм защищен Лысина не появляется сразу Если волосы редеют Начинайте применять спрей Генералон Он останавливает выпадения И генерирует рост новых волос Генералон Признанное средство В борьбе с облысением Думаете, ваша роторная бритва Хорошо бреет? Попробуйте новую бритву Серии 7 от Браун Безупречно точная бритва Бреет ваши усы, а не губы Плавающая в восьми направлениях головка Идеально повторяет контуры Новая бритва серии 7 от Браун Купите бритву Браун И получите до трех тысяч рублей на телефон Праздник нам приходит Праздник нам приходит Праздник нам приходит Праздник нам приходит Веселье приносит И вкусно отлящий Праздник капусты Так настоящий Кока-кола Новый год встречаем вместе Красивая Высокая Уж лучше маленькая Но надежная К выбору надо подходить серьезно И разумная И надежная Выбирайте с умом Бинбанк 12,5% годовых Надежные вклады Реальная выгода Настоящий успех Это умение подниматься Над обстоятельствами В самых суровых условиях Передовые технологии Ниссан Кашкай Обеспечивают комфорт И безопасность В любое время года Ниссан Кашкай Город покорен Специальная цена От 929 тысяч рублей Интеллектуальная система помощи При парковке И другие инновации Ниссан Кашкай В зиме готов Итак, уважаемые друзья Два промаха у Дмитрия Малышка На первом огневом рубеже И давайте смотреть Как Бьерн Даллен финиширует У Леонер Бьерн Даллен Твердо занимает второе место Проигрывая 55 секунд Под двумя промахами Опять-таки Мартену Фуркаду И выигрывая 55 секунд Ой 15 секунд У Йоханнеса Бео Ведь мы, кстати, не будем забывать Вот тоже Возможность Совершить выстрел До конца Что лучше Бежать на штрафные круги Или все-таки выцеливать А потом проигрывать Больше двух минут Завтра ведь гонка Преследование И наши отставания Критичные Слепо пока лучшие 2.06 С четырьмя Причем Представляете, какая скорость Цветков с тремя 19-й 2.40 Отставания Многовато Жан Гиом Беатрикс Промахнулся Много раз Ну, в общем, наверное Не очень много, кстати Два промаха по таким-то гонкам Йон Мае финиширует И посмотрите Насколько здорово Он работает сейчас Квентин Ки Йон Мае Штурмует результат Йоханнеса Бео Тоже с двумя промахами Французы Сегодня просто молодцы Он отправляет Йоханнеса на третье место И Бенедикт Дольф Бенедикт Дольф Перед финишем Сейчас Две секунды Проигрывает Йоханнесу Бео Потерялся у нас Шемп Не смог сегодня отличиться Но Кто-то из немцев Восникает Рядышком с призовой позицией Бенедикт Дольф А у него было Три промаха Вы представляете Какая подготовка У Бенедикта Доля В нынешнем сезоне Из спортивной семьи парень Его отец многократный Чемпион Германии по скалолазнию Сестра биатлонистка Мама Успешно бегала марафон Несколько лет назад В эстафете Пуэнером был чемпионом мира Потом долго-долго Старался в основную команду Прийти И вот сейчас В четвертый Бенедикт Дольф Йоханнеса Бео все-таки Он не опережает Неожиданные результаты А первый сегодня Фуркат А Бьерн Даллен Второй И по итогам Этой гонки Уже теперь становится Совершенно понятно Что желтая майка Лидера Будет по-прежнему У Бьерн Даллена И вторую гонку подряд Бьерн Даллен Скорее всего Закончит на подиуме Хотя там есть еще шансы Что кто-то вмешается Но желтая майка Точно будет у него Потому что Фуркат проиграл Дрыск Первый Индивидуальный вид программы 21 место показал Но представляете Сегодня Два промаха У предварительной тройки Призеров Вообще в десятке сильнейших В основном по два По три промаха у всех Четыре у Слепова Шипулин с тремя Финишировал 21 место Две двадцать три Две десятых Антон Увы в двадцатку Попасть никак не может Бирки Лан Женатик норвежский Мы видим сейчас Трижды Промахивается Пайфер Вот кто хорош Кстати И кто может побороться С Бьерн Далленом О чем я говорил Пройдет сейчас круг Георгий Куренков Бдительный редактор Нашей трансляции Ставил на Пайфера Гоша снимает шляпу Вот что значит Долгое время Работать на биатлоне Итак смотрите Уходит Пайфер Неоднократный чемпион мира Из сборной Германии Теснит сейчас Бьерн Даллена И причем выигрывает У него солидные 13 секунд Вайфер кстати Гаранчев финиширует Внимание Перед финишем У Гаранчева Был 19-й результат Яков Пак Очень неаккуратно Сегодня шведы работают Очень неаккуратно Всех растеряли Старт Пьерн Дальна Не показали Здесь через пень Колоду показ Гаранчев 18-й 2.16 Отставания Ну а дальше Завтра 4 рубежа Так ну что Пайфер у нас Выигрывает 13 секунд Герн Даллена С одним промахом Вообще конечно Ули Айнер Свои 40 с небольшим Но 41 Уж 42 будет зимой С учетом того что он Много пропустил Из-за болезней Демонстрирует Какие-то совершенно Феноменальные вещи На трассе Герн Даллена Субтитры 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 Не стал призером Нет Внимание Стрельба Малышка Он подходил 32 минуту 11 Проигрывая Снова промах Два промаха у Малышка Да сегодня не наш день Три промаха у Малышка Вот те раз Какие слова сейчас про себя Или вслух повторяет Рика Гросс Мы узнаем Там будет программа Большой спорт После нашей биатлонной программы Там планируется прямое включение Все разузнаем Все скажем Уважаемые друзья Арн Пайфер 8,7 Давайте смотреть 8,3 Он выиграл 10 секунд У Берн Дальна Падает Преимущество Кстати Пайфера 5 секунд Выигрывает Пайфер У Берн Даллина И далеко не факт Вы посмотрите Как передвигается Пайфер Закислился уже И сейчас В этом споре За Берн Даллина Еще и молочная кислота Который не просто Сковывает движение Пайфера Но утомление Очень серьезное Скорее всего Не получится бороться С Берн Даллином Все-таки Но это биатлон Как принято говорить В таких случаях И в принципе Эта фраза Объясняет многое Как мы говорим Почему плохо выступают наши Это биатлон Почему хорошо Фуркан Это биатлон И в общем-то Именно поэтому В биатлоне Как вы понимаете Друзья разбираются все Хофер и Беатрикс А вот пожалуйста Аналитика Но естественно Тут к бабушкам Шведским ходить не нужно Чтобы понять У Мартена Фуркада Лучший ход Тарий Бео Плюс 28 Второй ход Бенедиктоль Плюс 38 Свенсен Плюс 41 У нас слепо Пятый ход 49.4 Но вот стрелять надо Алексеем Гараничев Десятый ход Вместе с Расторгуевым Минута отставания Шипулин 13-й ход Минута 0.2 От Фуркада Цветков Минуту 29 31-й ход Показал Это что касается Результата ногами Уважаемые друзья Хофер Пеатрикс Хофер очень неудачно Компьютер дает Что у Хофера 8 промахов Куматяжка 6 Так бывает 500 метров До финиша Пайфер Под 66-м номером Выступает Пайфер Но дьяволенком Сегодняшней гонки Похоже ему не стать И все же 3 секунды он выигрывает Но может быть Упрется Пайфер Может быть Покажет Что это Пиатлон 3 секунды Кто Пайфер Или Бьерн Даллен 28-летний немец Бежит на свою Финишную Прямую Эгел Йолан Понятное дело Переживает За позиции Бьерн Даллена Итак Пайфер Или Бьерн Даллен Кто Все-таки Пайфер Это Биатлон Уважаемые Друзья Молодец Выиграл У Ли Айнара 4 секунды Но выиграл 13 секунд Выигрывал Падала Скорость Западение Этой скорости Было Совершенно Очевидным Но собрался Пайфер И последний Участок Дистанции Посрамив Скептиков И прежде всего Меня В чем я не стесняюсь Признаться Молодец Арн Пайфер Второй 4 секунды Привез Бьерн Даллену 51 Проиграл Фуркаду Совершив На один Промах Меньше Арн Пайфер Не баловал Он Поклонников Восхождением На пьедестал В прошлом Сезоне Но человек Выигрывал Чемпионаты Мира Этапы Мирового Кубка Пока Сейчас Эрик Лессер Тоже В тени Вот кстати Что интересно Если Мне память Не изменяет В прошлом Сезоне Как раз У Пайфера Была одна победа В спринте И было это Похоже В Сулминхолине Надо проверить По-моему Это так Бармалини Трижды Мажет Много раз Промахивается Клетчеров Тимофей Лапшин Уважаемые Друзья Давайте Понаблюдаем Один Промах А начало Это очень Хорошее Как мы видим У Тимофея Лапшина 14-й результат Перед первой стрельбой Он показывал 17,8 секунды Глинцеваться Начинает Лыжня И вот сейчас В последней группе Солнце Скрылось Муравейник Закрылся И понятное дело На таком Серьезном Ветре При таком Серьезном ветре Когда меняется Погода Из устойчивого Плюса Ближе к морозу Естественно Трасса Начинает Глинцеваться Так что В последней группе Тут возможно Какие-то сюрпризы И летом Беларус Нелин Из сборной команды Швеции Это вторая стрельба Мы обратим внимание Еще на Даниэля Пема Посмотрим Что Тимофей Лапшина Он кстати Тринадцатым идет Двадцать четыре секунды Ну что Может быть Лапшин сегодня Будет как раз Тем самым Джокером В российской команде Они пропустили Вместе со Слеповым Первый вид Убема Один промах И Лапшин Кстати Не блистал Как мы помним На предсезонных стартах Но тем не менее Получил возможность Бежать в основном В составе российской команды Представитель Чеменской области Личный тренер Максим Кугаевский И отец И сейчас Уважаемые друзья Продолжает работать И наш корреспондент Илья Трифонов И Алексей Слепов В цепких объятиях Коллеги Пожалуйста Интервью в прямом эфире Да, Дима Года плюс три В принципе Лыжи катили Отлично Спасибо Вашему сервису Группу я не выбирал Она меня сама выбрала Номер у меня был Тринадцатый Выстрелял Один три И в протоколе Кажись Я тоже Один три Занял место Я занял тридцатую Он по моему двадцать седьмую Ну и Первый выстрел Еще повезло Можно сказать Ветра особого Такого не было А потом Начал такой Переменчивый ветер Он Стрелка Как бы Немного мотает То вправо То влево И вот Очень достаточно Сложно было Стрелять Ну допустил Конечно Побольше промахов Чем он И пробежал Лишние штрафные круги Ну что делать На сегодняшний день Пока так И прокомментируй Пожалуйста Чтобы мы понимали Насколько Стартовые группы Имели значение То есть Насколько ухудшалось Скольжение твое От первого до последнего круга Насколько менялось Состояние трассы Ну про снег Я могу сказать Что Примерно сегодняшнее Скольжение Оно сопоставимо Что если Лыжи не едут Ну как бы Когда обычные лыжи Тренировочные Вот едешь Как будто по пластилину Такому А вот когда лыжи готовые Приходится Работать Ну в плане Такое силовое скольжение Нужно Ну Мышечное То есть толкаться Уверенно Сильно Если начинаешь Как бы Либо ломаться Либо Уменьшать Длину шага То получается Ну запоздание Начинаешь Быстрее вставать Дыхание сбивается Ну и все И вот нужно Важно сегодня было Ну до конца Как бы дотерпеть Вот эту вот Среднюю скорость Продержать А первый круг Не удалось По ледяной корке Проскочить еще? Да особо Ледяной корки Не было Был глянец Вот посередине То есть Это тоже Особая такая Методика Нужна Отталкивание Это Ноги Нужно Как можно Уже ставить Спасибо большое Особенно много Стоял на рубеже Евгений Гараничев И вот Если брать Скорость Малышка То он Ходом В одни ноги С Шипуриным 13-14 результат Минута 0-3 Отставание От Мартена Фурката Да Поначалу Сегодняшней гонки Кто бы мог подумать Тимофей Лапшин Кстати на ваших экранах Что будет Фуркат Так Высоко И не просто высоко А теперь наверное Точно можно говорить Одержит победу Ну а мы сейчас Будем следить За Тимофеем Лапшиным На отрезке 5 километров 32 секунды Он проигрывает И готовится Подходить К своей Второй стрельбе Прошел Отрезок 5,4 34,5 Отставание У Лапшина Пока 15 результат И здесь еще Тимофей Может рассчитывать На что-то приличное Крупчик нас простит Мы уйдем на рекламу А дальше будем следить За стрельбой Лапшина Ну понеслась Как всегда Прекрасно отработан подъем Впереди не один круг Но не в нашей природе Останавливаться Отлично отстрелялись Осталось Поднажать Перед финишем И Можно отмечать Три медведя Против природы Не попрешь Для глаз защита От вирусов заслон В цель 5 попаданий Автальмоферон Лысина не появляется сразу Если волосы редеют Начинайте применять Спрей Генералон Он останавливает Выпадение И генерирует Рост новых волос Генералон Признанное средство В борьбе с облысением Красивая Высокая Уж лучше маленькая Но надежная К выбору надо подходить Серьезно И разумная И надежная Выбирайте с умом Бинбанк дарит вам Новогоднюю ставку по вкладу 12,5% годовых Загадывайте желания Они обязательно сбудутся Надежные вклады Реальная выгода Собери коллекцию Новогодних стаканов С мишками И проведи праздник В веселой компании Новый год Встречаем вместе Это iPhone 6s Не так уж много нового Кроме разницы в ощущениях Нажмите легко Для функции пик Сильнее Для функции поп Вам будет проще Смотреть рейсы Быть в курсе событий Выбирать где поесть Да, вам здесь понравится Вам проще планировать отдых Отличный выбор Проще искать музыку Ты что, слушаешь свою песню? Почти во всем, что вы делаете Чувствуется разница Вот такие новости Итак, сейчас мы ждем Тимофея Лапшина Вот он появляется сейчас На наших экранах Были проблемы со здоровьем В нынешнем сезоне Пропустил летний чемпионат России В Чайковском И поэтому такой идеальной подготовки К нынешнему Турниру не получилось Это столь он не был идеально готов Ну вот интересно, кстати Последние дни Нормально тренировался Лапшина Даже выиграл Тестовые соревнования Здесь для телевизионщиков Из Дарсуни Ну тоже маленький успех И довольно приятный Наблюдаем за второй стрельбой Тимофея Три промаха Ощущение такое Что на всю российскую сборную Подышала Злая колдунья Перед началом этого Эстерсунского этапа Во всяком случае Сейчас три промаха И Надежд никаких нет На то, что Высоко будет Лапшин Сами понимаете Ну а пока у нас Еще готово Отто интервью И продолжает В прямом эфире Работает Илья Трифонов Да, Дим Спасибо большое И тут у нас Евгений Гаранчев Который пытался Убежать из мигзоны Гораздо быстрее Чем со своей стойки Жень Расскажи, пожалуйста Второй год Подобная ситуация Но сейчас Гораздо более успешно действовал О чем думал Когда стоял И выстаивал Этот последний выстрел Ну Я не пробегал Меня так же ветром сдувало Видимо Когда я здесь проходил Тяжело было Конечно Пришел на рубеж Смотрю Антон стоит Бежал за ним В полторы минуты От него отрыва было Впереди бежал Думал перед ним встать Потому что ветер Дул в спину Но Загородиться Антоном Да Загородиться Можно сказать Не получилось Я не того роста Выше Антона И меня видимо Быстрее сдувало Больше Конечно Понимал Что надо Вроде и стрелять И бежать Но почему-то Стоял Потому что подумал Если сейчас Еще один выстрел Промажу Это Получится Я долго простоял И еще штрафные круги И придется бежать Пришлось стоять До конца Стрелять Выстаивать Ну да Тем не менее Ты отработал Я думаю Что лучше всех Я сейчас Краем глаза Пытаюсь посмотреть На табло Ни одного нуля Я не вижу У тебя один промах Ты пока на 25 позиции Вот этот один штраф Наверное Ты и есть тот человек Который может Для нас сейчас Расскрыть секрет Успешной стрельбы В ветер Особенно лежа Ты сделал ноль Да Мне кажется Наоборот Можно было убежать Пробежать Несколько кругов штрафных Чем-то Две минуты Скорее всего Он так и стоял Стоять Выцеливать Потому что В ногах Появляется Тремор Долго стоишь Напряжение Очень большое Жень Ну лежа То ноль Как удалось Поправки успел сделать Грамотно Порывов не было Но На пристрелке Когда уж пристрелялся Пошел Маркировать винтовку Рико подошел Сказал Что надо смотреть За ветром За ситуацией И Работать Выстрел Просто Выстреливаешь И запровождаешь его И держишь В мишени Пока не увидишь Закрытое Можно сказать Колечко Что я и делал Пришел Смотрю ветер Сделал поправку Влево И Можно сказать На каждый выстрел Работал Как будто У меня Всего один выстрел И поэтому удалось Лешку Сработать чисто И короткий комментарий Физического состояния Как бежался Физическое состояние Очень хорошее Конечно Не с кем Было сравнивать Но Последний круг Видел Якова Фага И бежал за ним Пытался догнать его И Приближался к нему Потихоньку Никаких проблем Со скольжением? Нет Проблем никаких не было Что Два дня назад В недуальной гонке Хоть и снег пошел Но скольжение было хорошее Что сейчас Так же Конечно Немножко Чуть-чуть разбилось Но лыжи работали Хорошо Да Спасибо большое Евгений Гаранчев Успехов в гонке Преследования Дим Пожалуйста Ну что ж Вы слышали Что сказал Евгений Гаранчев Уважаемые друзья Спасибо огромное Илья Трифну Сработать Сегодня кстати Еще одна победа Российского В данном случае Женского спорта Юлия Ушакова Наша Прекрасная спортсменка Стала Мисс фигура Олимпия В Москве Выграла Профессиональную карту Так что Наши поздравления Прекрасной Юле Которая как-то Видела Как Илья Трифонов Целовал Дородой Вир И пообещала Прийти В Эстерсунд Разбираться Приятно Когда российские Спортсмены Одерживают победы Посмотрим Что будет сегодня В женской гонке Во всяком случае Сегодня Примит так мужской Ребята говорят О том Что форма В целом неплохая Но Слепо в лучшие Среди наших И вот Опять таки С учетом тех Результатов Я кстати Спросил у Рика Гросса Зачем все же Волкова Отправили На Сбор в Абертилях С учетом того Что он Блестяще стрелял Рика Гросс Ничтоже сумняшись И сказал о том Что мы Просчитывали Будет минутное Отставание Ходом В спринте А теперь мы Открываем Аналитику И видим Что У слепого 49 секунд У всех остальных Минуты И больше того Ну и тогда Нужно задавать вопрос А правильно ли Сделали наши тренеры Отправив Волкова Скажем На спор И Бабикова Который Тоже неплохо Смотрелся В предыдущей гонке Ну и как следствие Так это или нет Мы поймем Прав или нет Тренерский штаб Уже в Кокфильцине Когда состоятся В следующей пятницу Уже первые Спринтерские гонки Затем Бассюр Затем Соответственно И Эстафета Бьерн Даллен Снова на подиуме Уважаемые друзья Бьерн Даллен Продолжит быть Лидером нынешнего сезона И завтра В Бассюте Он выйдет В желтой майке Дэвис из Канады Сражается сейчас И причем Посмотрите Какой результат Хороший Вот сейчас Видно Что глянет Макс Дэвис На ноль Отработав Минуту 32 Десятый Результат Показывает Перед финишем Канадис Под 99 Номером Ну что ж Может и суждено ему Старь воином Грецкий Сегодняшний гонки 22-летний Спасмен Из Кенмора В его родном местечке Будет Кубок Мира В нынешнем сезоне В прошлом году На паре этапов Всего лишь Был Дэвис И вот посмотрите Какой впечатляющий Финиш Спортсмена Но кстати Хочу сказать Что ветер Меньше не стал Но может быть Новичкам везет И сейчас Он еще Оттеснит Российских спортсменов На одну позицию Подальше Борется за десятку Канадец И вот уже И Дэвис Обыграл сборную России Вот так Суровые реалии Друзья Но это биатлон На самом деле Мы продолжаем верить в команду И верим конечно Что воспрянет Антон Шипулин Не все получается Мягко говоря Назад Даже несмотря на Отставания Такие достаточно серьезные Пем Пем Который Мог Но промахи Помешали И сейчас мы видим Что отставание Достаточно большое уже У немецкого спортсмена И самое время Сделать еще одну паузу Ну понеслась Как всегда Прекрасно отработан подъем Впереди Не один круг Но не в нашей природе Останавливаться Отлично Обстрелялись Осталось Поднажать Перед финишем И Можно отмечать Три медведя Против природы Не попрешь На страже здоровья Стоит грипп Ферон От вирусов Ваш организм Защищен Родной Снегурочке Третий год шубу Никак не купит Сколько ж можно На подарки тратить Сейчас нисколько Акция Рассрочка на 36 месяцев Берешь сейчас Платишь после Нового года Теперь проси шубу Так большой смарт ТВ LG 43 дюйма Со встроенным Wi-Fi Всего за 1000 рублей в месяц По акции Новогодняя рассрочка 0036 М-Видео Нам не все равно Собери коллекцию Новогодних стаканов С мишками И проведи праздник В веселой компании Новый год Встречаем вместе О, вот подарок тебе А за что? А-а-а За покупку В Эльдорадо Подарки за любую покупку От 17 тысяч рублей Full HD телевизор LG Диагональю 109 сантиметров Всего за 27 тысяч 999 рублей И мультиварка в подарок Эльдорадо Качество по лучшей цене Мандариновый фан Всем своим друзьям Подари Что за зима без витаминов? Попробуй фантомандарин с витамином С Еще больше веселья Финиш Финиш Тимофей Лапшина Уважаемые друзья Итак, спор идет за 30 лучших И уже уступает Тимофей Допустив 4 промаха На финише 2.27 проигрыша И мы видим 33-й результат Рядом расположились Шипулин, Малышка и Лапшин В 30 лучших не попали Если была старая система Подсчета баллов кубковых Ребята ничего бы не завоевали Но сейчас все-таки Кубковые очки есть Малышка 5 промахов У Антона 3 У Тимофея 4 Лучший среди наших слепов С 4 промахами Да, в стрельбе, конечно, швах Понятно, что тому есть объяснение Но все-таки Бем опережает молодого и талантливого Очень талантливого, кстати, белоруса Арн Пайфер, который сегодня занял второе место Доказывает, что он по-прежнему яркий спринтер Львиная доля побед на этапах Кубка Мира Почти все как раз спринтерские гонки Вспомните, как он выиграл Чемпионат мира в Ханты-Мансийске Брауны сборной Казахстана В Казахстане биатлон развивается активно В Ладаре биатлонная школа работает Валерий Барьковский Консультирует сборную этой страны И искренне желаю Казахстанским биатлонистам успеха Браун финишировал 33-м Опередив наших парней Дааааа Это биатлон Мезу, Шипулиным и Малышка Расположился Максим Браун 2.23 отставания 3 промах у Антона, увы Но я полагаю, что все-таки команда раскисать не должна на самом деле Иначе будет совсем дело труба Завтра 4 рубежа, попробовать подергаться в этой группе Да, отставания большие, но для уверенности это нужно Я не сомневаюсь, что в Хакфильдсне сборная будет другой Ну и в конце концов, Слепов, 18-й результат, 2.06 отставания Как знать, вроде Алексей вспомнит, что он с флагом финишировал Но на европейском чемпионате Слепов сегодня 18-й, лучший среди наших Гонка получилась очень кислой для российской команды 27-й Евгений Гараничев, причем с одним, увы, много времени потратил, выжидая порыв Шипулин, 32-й, Малышка, 35-й, Лапшин, 36-й Цветков, 45-й, с 3-2.40 отставаний Вот десятка, Фуркат, Пайфер и Бьерн Даллен Бьерн Даллен завтра снова в желтой майке лидера Корчмар, молодой белорус Нас обыграли заболевшие перед предыдущим стартом Анев, отче наш Владимир Симаков, кстати Вот тот спортсмен, который в сборную не попадал Российскую, выступает ныне за украинскую команду И он тоже большинство россиян сегодня обыграл Ну что делать, вот такое сложное начало, уважаемые друзья Будем сегодня верить женскую команду в 17 часов 20 минут Прямая трансляция А ведь готов прекрасно, но мы видим, что не складывается очень у многих спортсменов Ашем, который в индивидуалке был вторым и доказал, что готов блестяще Даже в пассьют не попал Повторяя свои подвиги со знаком минус Контио Лахти 2015 Еще одна реклама, уважаемые друзья Не забудьте, что буквально через несколько минут Нас ждет очередной третий по счету выпуск программы Биатлон с Дмитрием Губерниевым Оставайтесь с нами